Урок пятый. Настраиваем аккаунты. Часть первая. Основы защиты. В ближайшие уроки мы посвятим правильной настройке игровых аккаунтов. Начинаем с АЗОВ. Если вы проходили наш общий курс по кибербезопасности, то многое уже знаете. Но, возможно, знания стоит освежить? У разных игровых сервисов настройки частично различаются, и в этом уроке мы рассмотрим параметры, которые у всех более-менее совпадают. Итак, поехали! От любого аккаунта у вас есть что? Правильно, пароль. Если кто-то знает ваш пароль, он может зайти в ваш аккаунт. Так что, во-первых, пароли должны быть сложными. Не менее десяти знаков, желательно с использованием больших и маленьких букв, цифр и спецсимволов. Такой пароль трудно подобрать. Во-вторых, пароли должны быть уникальными. Если у вас одинаковые пароли, например, от Steam и от PlayStation Store, то угнав один аккаунт, злоумышленник без труда угонит и другой. Если сложные и уникальные пароли запоминать не хочется, установите менеджер паролей. И тогда помнить надо будет всего одну комбинацию. Ну а про то, что пароли должны быть известны только вам, мы уже говорили. Да, сложный пароль значительно снижает риск взлома, но не защищает вас от массовой утечки или кражи данных с сервиса. На такой случай есть двухфакторная аутентификация. С ней подтверждать свою личность придется не только паролем, но и секретным одноразовым кодом, который ворам в идеале узнать неоткуда. Тут, правда, есть один нюанс. Да-да, как в том анекдоте. В зависимости от настроек игрового сервиса, код может прийти в SMS, на почту или же в приложение компаньон на телефоне. И если почту тоже взломали, потому что она не была хорошо защищена, никакая двухфакторная аутентификация не поможет. А это уже веская причина позаботиться о безопасности вашего ящика. Скорее всего, вы будете привязывать игровые аккаунты к своему основному ящику, и его-то уж точно нужно беречь, как зеница ока. Правила те же. Надежный пароль. Ни в коем случае не такой же, как от игрового аккаунта. Ни-ни. И двухфакторная аутентификация. Еще ту почту, к которой вы привязываете важные аккаунты, лучше не использовать для регистрации на сайтах-однодневках и бонусных программах малоизвестных контор. А то мало ли. А-а-а. И, кстати, не советуем привязывать игровой аккаунт к корпоративной почте. Если уволитесь, доступ могут закрыть, и вот это уже будет настоящий гейм-овер. Итак, если вы когда-то выбрали неудачную почту или слабый пароль для игрового аккаунта, сейчас самое время их поменять. А заодно проверьте, включена ли двухфакторная аутентификация и на почте, и в игровых сервисах. Есть и другие настройки, которые предлагают для вашей защиты большинство игровых сервисов. А чтобы не рассказывать каждому встречному поперечному о том, в какие игры вы играете и сколько часов в них проводите, лучше сделать аккаунт приватным. Так информация будет доступна либо только вам, либо вам и вашим друзьям. Наконец, если вы входили в аккаунт на чужом устройстве, а ведь бывает и такое, не забудьте на нем разлогиниться, чтобы кто-то другой не продал ваши предметы или не попортил вам рейтинг. В большинстве сервисов это можно сделать удаленно. Зайдите в учетку, найдите в настройках список устройств, с которых выполнялся вход, и выйдите из аккаунта на всех устройствах, кроме текущего. Ну что ж, базовые правила безопасности мы рассмотрели, и советуем прямо сейчас их применить. Да-да-да. Ну а в следующих уроках расскажем про специфические настройки разных игровых платформ. Субтитры создавал DimaTorzok